Просто хотела спросить, в чём отличие управления и администрирования. Мне казалось, что администрирование – это более жёсткое такое управление, и, наверное, американская система – это ближе как раз к администрированию. Или я ошибаюсь? Есть ответственное вопрос, что в принципе слово «управление» в широком смысле просто шире. Управление – это широкий смысл слова. Это философские определения, которые, в принципе, со времён Древнего Вавилона известны, потому что есть элементы управления, которые связаны с тем, как ты принимаешь решение, для того чтобы ты его обосновал и потом и проконтролировал. Администрирование – это более конкретное, узкое, применимое. И администрирование здесь отличается ещё, наверное, близко к менеджменту, но ещё уже, наверное, потому что, если мы с вами говорим, администрирование – это конкретная узкая специальность, конкретная узкая должность в конкретной организации. Поэтому администрирование для выполнения определённых функций. Поэтому у нас есть администраторы в медицинских организациях, на которых возлагаются конкретные функции. Я недавно получала образование в высшей экономической школе, и как раз там почему-то говорили, что это однотипные понятия, поэтому спросила. В первом месте сейчас в Москве в Сеченском университете есть тоже деловое администрирование, поэтому я могу сказать о том, что это все точно так же. На нашей кафедре учатся магистранты, и у нас идет деловое администрирование в рамках общественного здравоохранения. Поэтому и они у нас получают образование с точки зрения менеджмента как раз для того, чтобы можно было подложить в конкретные медицинские организации. Их магистрские диссертации, часть из них делала применимые на своем месте работы, часть брались за более широкие глобальные задачи, но им разрешили, был очень интересный научный поиск. Поэтому администрирование сейчас широко применяется. У нас в принципе и должности есть. В рамках государственных организаций у нас должность менеджера не вводится, потому что вводится там, где есть платные медицинские услуги. У нас нет такой должности, в штатное расписание может только ввести сам руководитель. А администратор есть, поэтому в принципе администратора мы можем ввести, и у нас дежурят в крупных больницах. Мы нередко видим определение здравоохранения как ресурсосберегающие отрасли. При этом мы знаем, что цель менеджмента это повысить общественное здоровье и так далее и тому подобное. Мы знаем, что развиваются многие технологии, вот как это же взаимозаменяемые вещи. Я не очень понимаю тоже ресурсосберегающие отрасль. Но при этом развиваются новые технологии в диагностике, в лечении. Ну может быть это так, риторический вопрос. Здравоохранение безусловно является ресурсосберегающей отрасли. Вопрос весь в том, о каких ресурсах мы говорим. И вот в плане... Нет, ну не о нефти. Почему? У нас есть и человеческие ресурсы, это тоже ресурсы. Минимизация затрат на оптимизацию, я бы сказал, затрат на оказание этой медицинской помощи. Это вот все, Ольга Александровна уже говорила сегодня об этом, восходит еще к 60-м годам принципы научной организации труда. Это же ведь еще тогда стали люди думать об этом. Сейчас это получило развитие, я бы сказал, об этом стали говорить в аспекте вот этих так называемых бережливых технологий. Попытка такая вот оптимизировать это оказание медицинской помощи, повысить там эффективность, результативность и так далее. Когда наши принципы, которые в 60-е годы заложили, потом переняла компания «Тойота», у нас обо всем этом забыли, теперь компания «Тойота» научила наш Росатом, как им строить атомные станции эффективнее и быстрее. А потом они эти принципы стали переносить в медицину. И вот, ну как показал опыт, да, это имеет смысл, да, это все очень важно. Это в узком смысле, касаемо вашего вопроса, работа в этом направлении ведется, безусловно. А в широком смысле этого слова, здесь сложно мне так ответить, потому что зависит от того, какие ресурсы мы имеем в виду. Безусловно, мы являемся отраслью, которая является ресурсосберегающей, если мы говорим и о ресурсах медицинских организаций, и о трудовых, о человеческих ресурсах. Так ведь? Мы же все работаем для того, как раз, чтобы эти ресурсы сберегать, поэтому было бы странно, если бы мы были не ресурсосберегающей отраслью. Но при этом мы не всегда действительно сберегаем ресурсы наших медицинских организаций. Это так, потому что мы сейчас стали относиться к этому, ну скажем так иначе, понимать, что мы живем все в условиях, в определенных сложившихся экономических условиях. И денег больше, чем есть, их с потолка, извините, взять неоткуда. У нас происходят определенные экономические процессы, и задача ведь в том, чтобы оптимизировать те расходы, которые есть, при этом принеся пользу и пациентам. Нередко и чаще всего как раз оптимизация и приводит к сокращению, я имею в виду оптимизации и лечебных процессов, и ресурсов, и денежных средств, и так далее, как раз и приводит к тому, что число процентов сложнее не сокращается. Мы не говорим, когда мы говорим оптимизация ресурсов, это не значит, что это сокращение ресурсов. Это именно оптимизация, эффективное использование имеющихся мощностей, имеющихся ресурсов на разном уровне государства, медицинской организации и так далее. И вот если мы все будем к этому относиться вот так, как не во всех, конечно, у нас еще в медицинских организациях, но во многих уже это понимать, если мы ко всему будем относиться вот так бережливо, в самом широком смысле этого слова, то я уверен, что и человеческие ресурсы мы будем сберегать еще более эффективно. Так ведь? Ну, это в идеале. Сейчас добавлю маленький кусочек, потому что, в принципе, когда в Москве была реформа первичной медико-центральной помощи, по которой уже была защищена докторская диссертация в эффективности первой системы по МСП, успешно защищена. То есть смысл в чем? Что произошло резкое сокращение структур, которая работает на стационарах, поэтому сократились койки, сократились отдельные отделения. Врачи сказали, что они могут уходить, работать в поликлинику, искать себе место работы. Это тоже оптимизация ресурсов, но очень жесткая. Но здесь возникла проблема, которая с какой стороны может это оправдать, я полностью не берусь, но смысл в чем? Когда стали смотреть на хирургические отделения, хирургическая оперативность в отдельном случае была 21% и сказали, что делать они в остальное время. Деньги получают из бюджета, деньги получают по системе МС, если они не работают, что делать остальные 80%? Это первое. Второе, что врачи, которые получают заработную плату, медицинские ресурсы, которые получают заработную плату, пациентов нет, в принципе, они дисквалифицируются. И отсюда возникла необходимость рассмотрения, как оптимизировать эти ресурсы. Они связаны и с материальными ресурсами, и с финансовыми, и с людскими. И вместе с тем, мы еще в рамках системы ОМС, с 2010 года был закон, 326-й, об обязательном медицинском страховании. Он был введен в действие с 2013-2014 в ряде территорий с 2015 года, которое говорило об одноканальном финансировании по системе обязательного медицинского страхования. Деньги идут за застрахованного человека, деньги идут за пролеченного человека, а если он не поступает, откуда деньги? Отсюда начали сокращать пустующие койки. Потому что если люди не поступают, денег не будет, деньги пойдут за человеком. Поэтому мы стали говорить об оптимизации данных ресурсов. И еще одна проблема, которая связана с тем же, что сейчас в настоящее время много говорят о бережливой поликлинике. И поэтому нужно тоже посмотреть, потому что бережливая поликлиника заставляет задуматься об использовании мощности территории, использовании видов деятельности, какие виды деятельности происходят, какие выполняются виды деятельности, какие не выполняются, кто занят. Это тоже заставляет задуматься для того, чтобы достичь конечного результата состояния здоровья. Конечно, недостатки тоже есть, поэтому здесь мы можем о ней говорить, но все зависит от того, опять-таки, как это реализовано, на какой территории. То, что мы сегодня говорили, и Максим Юрьевич говорил, я пыталась сказать, что все зависит от того, кто является руководителем, и как он реализует эту оптимизацию, и что он делает. Вот, наверное, ответ на этот вопрос. Спасибо. Спасибо.